Третий пусковой комплекс центральной кольцевой автомобильной дороги, участок между трассами М11 Нева и М7 Волга, готов на 90%. Сейчас ведутся работы по установке шумозащитных экранов и барьерного ограждения. Также идёт строительство центрального пункта управления. Контролировать движение под СКА-3 будет так называемая интеллектуальная транспортная система, проект которой уже одобрила главгосэкспертиза России. Она представляет собой 75 детекторов потоков и 71 видеокамеру. На СКА-3 появится и система взымания платы «Свободный поток». Благодаря трем рамкам, установленным у пересечений кольца с радиальными трассами, водители смогут рассчитываться за проезд, не останавливаясь в пунктах приёма оплаты. Помимо прочего, на третьем участке разместят 40 знаков переменной информации и 7 метеостанций. Особое внимание уделяется и дорожному покрытию. Покрытие у нас везде. Верхний слой будет чебёночно-мастичный асфальт и бетон. Будут предъявлены повышенные требования по ровности. Когда будут полностью уложены участки от моста до моста, будет прогоняться специальная машина, которая замеряет ровность, выдаёт результаты, выдаёт интегральную оценку. По ней определяется, подходящий ли участок, соответствует он требованиям или нет. Ожидается, что третий пусковой комплекс полностью откроется в октябре 2020 года. Четырёхполосная дорога с максимально разрешённой скоростью в 130 км в час позволит добираться с северо-запада на юго-восток Подмосковья всего за 60 минут. КИА ОЗВУЧИЛА ПЛАНЫ ПО РАСШИРЕНИЮ ЛИНЕЙКИ КРОССОВЕРОВ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ В июне компания начинает продажи модели КИА ИКСИД. Это, напомним, не просто приподнятая версия хэтчбэка СИД, а вполне самостоятельная модель, которая отличается другим кузовом. Набор силовых агрегатов будет состоять из двух турбомоторов, с каждым из которых состыкован семиступенчатый преселектив и передний привод. Если верить сертифицированным документам, выпуском новинки займётся калининградский автотор. Также на июнь намечен старт продаж новых версий компактного кроссовера КИА СЕЛТОС с базовым атмосферным двигателем 1.6. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова